Всем привет и добро пожаловать на канал Экспирианс Гейм, с вами я Скив и я наконец-то опять вернулся. Кто не в курсе был, почему я так отсутствовал, где-то больше недели, да, получается. Все потому, что у меня сломался микрофон, и произошло это абсолютно внезапно и неожиданно. И как-то так сложилось, что я в аккурат подбивал и копил денег на новый микрофон, в общем-то. Ну, я хотел как бы немножко лучше взять в итоге микрофон, но вышло то, что вышло. И сейчас у меня Bessinger C1U. В общем-то, неплохой микрофончик, его фотки вы сейчас можете наблюдать на экране. По идее, довольно бюджетный и достаточно неплохой микрофон, который должен звучать гораздо лучше моего предыдущего. Ну и раз у меня появился новый микрофон, то как-то так получается, что я захотел обновить заодно и компьютер. Ну, компьютер я обновлю гораздо позже, скорее всего где-то в начале сентября. У меня там и день рождения, заодно сделаю себе подарок. И в общем-то, для чего я это буду все делать? Чтобы наконец-то на канале начали выходить видео в 1080p, 60 fps. И в общем-то, Героев Меча и Магии 7, Fallout 4, скорее всего, буду снимать, XCOM новый, ну и все такое прочее. Посмотрим, не буду больше спойлерить. В общем-то, какие-то у меня задачи глобальные, но для этого мне надо накопить денег. Надеюсь, у меня все получится. Ну, а давайте сейчас о более приземленном, о том, что будет происходить на канале. На канале, собственно, будут выходить теперь постоянно, каждый день, как это и раньше было, по 3, где-то 3, 4, 2 видео. В таком вот режиме. Don't Starve у нас идет, Crafts the World практически закончился, третий уровень и начнется четвертый уровень. Коопы планируются в ближайшее время. Следите за новостями, за новостями ВКонтакте. Я думаю, скоро Коопы появятся. Что еще? Но, из новинок, ну или, скажем так, из чего-то такого нового на канале тоже будет. Но тут я не хочу спойлерить, поэтому просто ждите, я думаю, в скором времени увидите. Ну и в целом, все хорошо, в принципе, я успел за это время отдохнуть, набраться сил. Поиграл между делом в Героев Меча и Маги, кстати, 6. Я не успел доснять седьмых бета-тест. Ну, в принципе, из того, что мы уже посмотрели, было отчетливо видно, что, в принципе, игра движется в правильном направлении. И что-то как-то я так вот проникся ностальгией и решил потестировать шестую часть. И, кстати, мне, в принципе, все понравилось. В общем-то, я поиграл в кампанию за некромантов, прошел. И планирую еще поиграть в какие-то кампании. И как бы я играл, конечно, в шестые герои, но гораздо-гораздо раньше. И я, может, пару кампаний прошел, не помню даже каких. И тогда я пытался смотреть на шестых героев сквозь такой фильтр, в общем, олдфаговский, да? Вообще, почему многие сейчас не воспринимают ту же седьмую часть? То есть, да, как и для меня и для большинства людей, которые застали третью часть непосредственно, да? Для которых третья часть явилась на тот момент просто каким-то откровением. И в котором мы... Ну, я и многие заигрывались просто до упомрачнения. А когда эта игра вышла, мне, по-моему, лет 12 всего лишь это было. Наверное, где-то так. Я тогда играл-то, особо не знал никакие там тактик, стратегии и тому подобного. Просто мы играли, чтобы играть. И это доставляло массу удовольствий. Позже я уже там... Играл более осознанно, скажем так. Но на тот момент, конечно, игра рвала шаблоны. И, конечно, было очень круто в то, что в эту игру можно было играть там вдвоем, втроем с одного компьютера. Это да. И теперь многие вот те люди, которые играли в этих самых третьих героев, они сквозь призму вот тех вот впечатлений, скажем так, и того опыта ориентироваться на новые части героев. Я, конечно, могу понять. Я сам принадлежу к этому поколению отчасти. Но стоит рассуждать трезво. По мне так не может выйти новая часть героев, которая понравится абсолютно всем. Это просто нереально. Кто-то застал четвертых героев. Даже про третьих не слышал. Играл только в четвертый. Ему четвертый нравится. Кто-то застал пятую часть. Ему понравилась пятая. Кто-то вообще познакомился с серией героев Меча и Маги с шестой части. Ему дико нравилась шестая. Он сейчас смотрит на седьмую часть и думает, что там за фигню понаводили. В общем, сколько людей, столько и мнений. И как бы я не хотел говорить что-то про героев столько много. Но как-то вот накопилось. И к чему это все? Давайте быть терпимыми друг другу просто. Вот реально, что я хочу сказать. Потому что, ну, все мы люди. У всех у нас есть свое мнение. У разработчиков есть свое мнение насчет игры. И остается только ждать и смотреть, в общем-то, какая получится седьмая часть героев Меча и Маги. Вот, как-то так, наверное. Ну, это взамен тех серий, которые не вышли. Такая небольшая лирическая часть на тему Героев Меча и Маги и всей серии. Ну и все, думаю. Ну, если все будет хорошо, быть может, постримим. Постримим сегодня что-то с понедельник. В среду. Быть может, в среду я постримлю что-нибудь. Посмотрим. Ну, а так все, как я уже сказал, будет по-старому. На этом всем спасибо за внимание. И увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.